Традиционно каждый понедельник к нам в гости приходит Анна Вайман, руководитель благотворительного фонда зоозащита, ну и, конечно, знакомит нас с новым пушистым питомцем. Вот, слышите, зовут её, зовут её, не Анну, в смысле, а нашу сегодняшнюю гостью, чтобы она показалась вам, наши уважаемые телезрители, потому что это ласковая, ну вот сейчас немножечко переживательная. Взволновалась, очень сильно взволновалась. Как настоящая леди, немножко стесная. Не подготовили её к... А тут невозможно подготовиться, это у кого какая реакция. Но на самом деле это Фрэнни, давайте начнём знакомиться потихонечку, сейчас она успокоится. Это Фрэнни, она у нас попала со своей сестричкой в наше, так скажем, поле зрения, ещё совсем маленьким-маленьким котёнком. Но на тот момент у нас не было мест, и мы попросили, давай вот так сделаем, давай вот так, волонтёра взять к себе домой до освобождения, так скажем, места. Но у нас этот процесс иногда затягивается надолго. И он затянулся месяцев на 8-9. И в это время она жила вместе со своей сестрой у волонтёра дома. Да, сейчас вам она руки полежит, успокоится. А она в это время уже успели мы её вакцинировать, стерилизовать. И всё, всё, иди, иди, господи. Да ты же всех любишь. Вот. И Фрэнни в итоге, как только место освободилось, она вместе со своей сестрой Энни переехала уже в наше Котокафе для того, чтобы искать хозяев. Потому что всё-таки к нам люди приходят, от нас это сделать проще. Но и такую красоту не заметить невозможно. Вот в спокойной ситуации, в привычной, она очень общительная. Она сразу же бежит со всеми, с кошками, с собаками, людьми общаться. Моет всё, вот руки, будет вам лизать щёки. В общем, всё вымывать. Очень любознательная кошечка, очень контактная. Вот как раз её сестра, она наоборот, была менее вообще общительная, она долго привыкала. А вот она приходила, ну вот тут, видимо, много света, и всё-таки, в общем-то, сейчас, да, вот её терапия пошла. Не только для неё, но и для тебя, видимо, Кирилл. Да, и вот, в общем, вот такая она у нас дама. Вот это её любимое занятие, лизать. Да ты ласкуешься. Так, ей нет ещё года. Да, ей нет ещё года, ей месяцев 10. Ещё раз напомню, что стерилизована, вакцинирована, кушает она хороший премиальный корм, к лотку она приучена. В общем, готовая полностью домашняя кошка. К кошкам, к собакам тоже мы проговорили, что уже достаточно контактная. Приходи, видела ли она детей? Дети к нам приходят с родителями в наше кота-кафе, абсолютно нормально играет, абсолютно, да, да, абсолютно, ой, говорит, много внимания, я не телезвезда. Единственный нюанс, который вот я могу от себя добавить, что она шерстяная такая, очень мягонькая, но при этом будет много шерсти дома. Ну, вообще, на самом деле, не зависит. У меня три гладкошерстные кошки и шерсти не меньше. Поэтому самое важное, это, конечно же, следить за грумингом. Это ведь все решаемо, вычесывать вовремя, кормить хорошим кормом, потому что от этого это первое, так скажем, основополагающее, так скажем, условие для хорошего вообще здоровья животных. Да что ж ты сегодня у нас? Неожиданно очень, да, скажи, неожиданно активность. Вот, поэтому мы сюда... Фрей, не успокойся. Так, у нас есть информация, что ваш фонд зоозащиты выиграл президентский грант. Да, второй год подряд. Мы очень рады. Мы первый раз в прошлом году выиграли на масштабный проект. В этом году мы его еще больше масштабируем. И немножко поменяли. Если в прошлом году мы делали акцент на занятиях для новоиспеченных хозяев, мы бесплатно предоставляли консультацию наших партнеров-ветеринаров, мы предоставляли занятия бесплатные с теми собаками, которые будут взяты в муниципальном приюте, либо у нас в зоозащите. Но, к сожалению, большая часть людей отнеслась к этому достаточно не очень так ответственно, как мы ожидали, потому что все бесплатное на самом деле. Почему-то вызывает такое отношение более легкое. И не все до конца смогли пройти всего лишь шесть занятий со своими новоиспеченными питомцами. И мы, в общем-то, решили немножко сменить акцент. И в этом году мы планируем продолжить наши масштабные фестивали «Зоу Френдли» на территории одного из торговых центров, крупных центров города. Это уже стало такой традицией, дало хороший отклик. Поэтому мы продолжим с удовольствием. А вот занятия с кинологами будут проходить наши питомцы, которые сейчас находятся на передержке. И им очень сложно, находясь в массовом, так скажем, в коллективе в таком огромном, им очень сложно социализироваться. Мы их будем готовить для наших как раз новоиспеченных хозяев. Мы также за счет средств гранта их будем стерилизовать, вакцинировать. Ну, как мы обычно делаем, но только эта вся нагрузка финансовая ложилась на нас. И мы делали все это за счет пожертвований. А так как их катастрофически не хватает, и очень у нас много подопечных, мы очень рады, что получили грант, вот эту поддержку, что 50 собак и 30 кошек смогут быть стерилизованы, вакцинированы, проведены с ними будут занятия, и они будут готовы уже, готовы пойти в новый дом со знаниями полученными в прекрасной форме, в общем, полностью готовы к домашней жизни. Поэтому это, конечно, очень такое для нас значимое событие. Но также наши телезрители могут продолжать помогать вам. Конечно, конечно. Очень многие спросили, а почему нельзя за счет этих средств закрыть долги? Потому что средства гранта даются на общественно полезные проекты. И наш проект был единственной из Свердловской области в этой категории, который получил вообще эту поддержку. И, к сожалению, долги наши от этого не уменьшаются, потому что животных, попадающих под опеку Фонда зоозащиты, каждый день очень много, и они требуют и кормления, и лечения, и ухода, естественно. Вот, да, скажи. И поэтому такие вот как раз глобальные цели, которые должны помочь искоренить, наверное, причину появления бездомных животных, они у нас недополучали нашего финансирования. Конечно, мы вот на вот эти задачи, мы рады, что получили такую поддержку. Я понимаю тебя. Сейчас все закончится. У нас в гостях была Френни, которую вы можете забрать, если обратитесь к Анне Вайман. Она не будет так избиваться, она на самом деле действительно очень контактная кошка, но испугалась сегодня. Ну, конечно, потому что надо понимать, что это стресс, новая обстановка, но при этом она уже успела и поделиться с нами своей лаской, своим теплом. И мы все влюбились здесь в ее глаза. Надеюсь, что вы успели их тоже разглядеть.